Берегите и берегитесь животных. В области сохраняется напряженная ситуация по заболеванию бешенством. По информации Роспотребнадзора, на 1 июля в регионе зарегистрировано уже 22 случая этого опасного заболевания среди животных. 10 из них это домашние питомцы, кошки и собаки. Особо острая ситуация по бешенству на сегодняшний день в пяти районах области. Это Александровский, Киржачский, Петушинский, Муромский, Юрьев, Польский район. Напомним, бешенство это инфекционное заболевание. Заразиться вирусом можно после укуса или попадания слюны больного животного. Причем внешний питомец может выглядеть здоровым и адекватным. Признаки заболевания, агрессия, слюноотделение, рвота и неадекватное поведение, как правило, проявляются в период от 10 до 90 дней. А в редких случаях инкубационный период может длиться целый год. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не подходить к чужим животным. Не разрешать детям гладить незнакомых, даже домашних пушистиков. А в случае укуса обязательно обратиться к медикам за вакциной. Это курс от 3 до 6 безболезненных уколов плечо. К сожалению, если человек своевременно не начал антирабическую вакцину, то есть лечение, то в 100% случаях заболевание заканчивается летальным исходом. Вакцинация у нас проходит бесплатно, даже если у вас нет полиса медицинского страхования. Дальше, что делать, если вас укусили? В первую очередь необходимо промыть рану водой, желательно с раствором хозяйственного мыла. Если есть дезинфицирующие средства, это йод и зеленка. Наложить антисептическую повязку и обязательно обратиться в первый ближайший пункт. Это либо медицинский, либо в травмпункт, либо в фельдшерский, акушерский пункт. Для того, чтобы своевременно начать антирабическое лечение. Продолжение следует...